О том, какой жестокой является война, Николай Люлюк понял еще до того, как сам попал на фронт. Во время Великой Отечественной войны он потерял много родных. На полях сражения погибли сначала отец, затем трое старших братьев. Всего же в семье их было восемь мальчишек. Пока старшие братья защищали родину, Николай Люлюк вместе с оставшимися в деревне женщинами и детьми работал в тылу. Какой народ у нас терпеливый. Я сам удивлялся. Разговаривали полголоса, как будто кто-то решил дар человеческого разговора. Но все знали свое место, никто не ныл. Уже много похоронок приходило, пока я дома. Бабы с похоронкой в кармане, вместе со слезами пахали землю, вручную все сеяли, все убирали, кусили, потом складали зимой молотили. Все для фронта, девиз был такой, все для фронта, все для победы. Когда подошел призывной возраст у Николая Васильевича, был уже 44-й год. Служил он на морском флоте. После обучения молодого бойца сразу направили на боевой корабль в 189-й артиллерийский полк Северного флота. Там он сопровождал грузы и охранял военно-морскую базу. В первом же бою по освобождению Печенге Николай Люлюк получил ранение. Дали боевое задание освободить Печенгу. Ну и пошли мы тоже рану по немецкому, по фашистскому методу. Он и текал в Норвегию, аж и в кольцо, кто как успел. Ну, может, и убило бы. После войны Николай Люлюк еще 7 лет служил на морском флоте, а после вернулся в родной Федоровский район. Сегодня он живет один, здоровье уже не то, поэтому по дому ему помогает соседка. Перед юбилеем Победы ветерану сделали ремонт кровли. Для пенсионера это большой подарок. Говорит, домик у него хороший, теплый, а с новой крышей простоит еще много лет. Алексей Басарнов, Евгений Офинко, РТН, Федоровский район.